всем всем добрый вечер сегодня у нас замечательная тема про наших деток про то как составить санаторий ребенку и маме жить без больничного и можно будет задать в конце вопросы это уже второй вебинар на эту тему но вопросы каждый раз разные и поэтому можете предыдущий послушать записи там какие для себя узнать вопросы здесь вопросы вы можете писать походу но я отвечу на не в конце почему потому что некоторые продукты я буду разбирать их по очереди а в конце я дам рецепты некоторых видов санаторий в детских и поэтому автоматически какие-то дозировки как подобрать продукты можно или нет ребенку это они по ходу будут снят итак начнем у нас будет 4 части риски для здоровья касаемо детей алоэ вера гелий особый уход витамины и минералы 3 части четвертая часть маленькие санаторные профилактические программы первое это риски для здоровья именно для ребенка частично они повторяются они такие же как для взрослого но есть некоторые вещи которые для ребенка являются более опасны значит смотрите первое это касаемо всех взрослых детей нехватка минералов витаминов и микронутриентов других полезных в продуктах питания которые мы выращиваем сами по которой мы покупаем магазине или где-то в другом месте а почему это происходит очень много на это причин но если например я привожу простой пример раньше чтобы получить определенную долю калия достаточно было просто употреблять в еду запеченный картофель скажу вот и дети с удовольствием запеченный картофель все ели и взрослые в принципе тоже вспомнив детстве все ели и там было достаточно большое количество калия так вот сейчас в том же самом картофель который будет запечен с кожурой содержание калия в десятки раз меньше но в основном дают цифру в 30 в 20 раз меньше откуда это и почему это происходит это как бы происходило не за одну минуту не за один год не за одну секунду связано с это с очень сильный деминерализации обеднением почву второе что такое возможно для детей если когда-нибудь ребенок употребил какие-то лекарственные препараты серьезные особенно антибиотики особенно на первых этапах жизни вот то конечно у него очень часто возникают вопросы с кишечником то есть это как побочное действие но серьезных лекарственных препаратов дальше стресс тоже очень плохо влияет на ребенка что для ребенка является стрессом для маленького ребенка отсутствие мамы вот чуть постарше отсутствие мамы или папы если например папа с мамой другу с друг другом каких-то конфликтах если ребенок меняет садик меняет школу меняет место жительства лишается тех друзей которые у него раньше были если например родители хотят чтобы учился по этому предмету на 5 а он учится на 5 или ему не интересно или у него конфликт с учителем или у него сложное отношение с одноклассниками то есть очень много вариантов когда ребенок испытывает стресс вот техногенные загрязнения они касаются нас всех я привожу вот конкретный пример из моего региона у нас здесь недалеко есть очень серьезное металлургическое предприятие и рядом с непосредственным рабочими цехами где-то около 50 лет назад существовал поселок в котором жили люди там жила моя подруга так вот она объясняла что у всех детей в этом поселке были непроходящие ярко-зеленого цвета густые сопли простите и они никак не лечились вообще и все дети этим страдали это было однозначно отравление отходами вот металлургического производства но время наше идет во-первых ставят очистные сооружения во-вторых этот поселок конечно же фактически он был примыкал к территории комбината его с территории комбината конечно убрали и вообще сейчас этот завод он как бы довольно обособленно стоит от города и как только их всех переселили это еще в детстве было это где-то к школе вот как только переселили за 20 километров от этого завода все у всех эти простите сопли прошли то есть если вы живете а там где находится серьезное производство серьезное производство то вот эти техногенные загрязнения вы все равно никуда не денете техногенным загрязнениям относятся ситуация когда во дворе во дворе стоят одновременно машины и играют дети на детской площадке это очень плохой случай вот профессор додоли и санкт-петербурга они брали волосы на анализ у детей которые играют во дворах а в питере очень много осталось дворов колодцев и у них содержание свинца волосах это тяжелый металл у него он очень тяжело выводится вот содержание свинца волосах выше предельно допустимого в 3 в 4 в 5 раз а когда у человека превышено содержание тяжелых металлов начинают возникать хронические болезни и как бы признаков нету то есть они ну как вам объяснить врачи даже не может найти причину почему а это просто хроническое отравление солями тяжелых металлов вот в серединке вот здесь еще есть картиночка с мандаринками там каждый мандарин больше человеческой головы просто здесь не очень хорошо видно на картинке значит это относится к овощам и фруктам которые мы можем встретить в магазинах можем хорошим встретить но можем вот такие как определить что овощ выращен на большом количестве химикатов и как бы он вреден для здоровья вот значит а он ничем не пахнет вообще фрукты и овощи которые абсолютно ничем не пахнут скорее всего выращены с использованием большого количества химических веществ и их употреблять еду нельзя вот они как бы пользы не несут поэтому я уже давно в магазинах на рынках нюхаю прям беру в руки подношу к носу больше никак потому что такие силиконовые резиновые помидоры покупать посреди зимы и кормить ими ребенка я не рекомендую то есть я стараюсь сама такого не делать мы тем более детям давать мы в екатеринбурге в уральском государственном медицинском университете на фармацевтическом факультете на нашей кафедре химии и фармации сделали несколько работ делались в течение пяти лет вот работ всего 11 мы сравнивали первое разные продукты питания по содержанию минералов витаминов микронутриентов и вы видите результаты которые мы получили на урале если вы живете рядом с морем если у вас климат более теплый а если у вас нет рядом гор на равнинах лучше ситуация в пригод в предгорной местности горной местности большой дефицит йода вот то возможно вы будете делать поправку на пятнадцать двадцать процентов пусть у вас будет лучше если в краснодарском крае пусть у вас на 50 процентов будет лучше но в любом случае ситуацию это не изменит посмотрите какие дефицит витаминов дефицит в обычных продуктах питания от 97 процентов это вообще страшные цифры себе я их не сама получила я бы их не поверила потому что я начала делать работы научные только из-за того что я не поверила цифрам который дал профессор додолику санкт-петербург вот смотрите минералов кальций магний калий до 60 процентов нутриентов это разные продукты а вот 33 до 97 процентов и омега-3 это тоже в том числе микронутриент который не минерал не витамин но тоже очень нужный полезный дефицит 82 процента и больше в зависимости от вида достаточном качестве употребляются катехины катехины это чай чай пьют все в россии во всех республиках а все национальности которые у нас есть вот это хорошо все остальное в дефиците сейчас я приведу самый простой пример потому что кто-то может со мной не согласиться вот смотрите натуральный витамин c есть шиповники это рецепт профессора дедали с вечера берем горсть шиповника сухого он можно самим насушить можно у бабушек купить можно в аптеке купить пожалуйста как хотите вот за это его обязательно помещаем в керамический или стеклянный термос керамический стеклянный термос но возможно может быть даже пластмассовый но только не металлический металлическом термосе витамин c разрушается за долю секунды вот значит он быстро очень окисляется железо микроколичество является катализатором этой реакции что получается вы с вечера его засыпали залили кипятком и утром всю семью напоили вот этим отваром отвар не держится больше 12 часов вот течение 12 часов его нужно выпить очень просто недорого натуральный витамин c 5 химических форм 5 натуральный витамин c 5 химических форм но никто не делает никто не делает все бегут все спешат всем нужно быстро второй ряд научных работ мы делали по сравнению мы сравнивали продукты компании л с такими же продуктами которые есть в аптеке в регистре лекарственных средств российской федерации и а мы пришли к выводу что каждый продукт из который есть на территории российской федерации он является в своем сегменте либо лучше либо единственным либо входят 4 6 лучших препаратов например из 50 вы знаете войти в 4 6 лучших препаратов из 50 которые есть допустим на рынке я считаю что это замечательно то есть наша продукция она реально качественная запатентованная вот произведенная в германии и ей можно доверять напоминаю что у компании выпускает около 700 продуктов но только около 30 из них это продукты хорошего самочувствия они выходят под линии life такт и девиз слоган этой линии твоя жизнь твой такт твоего самочувствия это и чей вот я например сейчас пью чай вот он прямо изображен у вас вот на слайде а вот он меня в кружке вот я себе заварила чайок да буду вести вот там и коктейли минералы и питьевые какие-то вещи витаминки вот так вот симпатично с правой стороны это наша новая упаковочка наших натуральных витаминов такая очень такая симпатичная симпатичная такая вот когда делать вам все-таки нужна наша помощь о чем пойдет речь понятно что у большинства детей там простываю болезнями там ну стандартные все болезни детские я перечислять не буду да это все стандартно когда наша помощь детям нужно когда не сильно не стандартно смотрите сильно необычные ситуации которые последние годы все больше и больше процент заболеваемости имеют первое дети по какой-то причине долго не говорят не разговаривают они уже давно все понимают два три четыре года до четыре с половиной года дети вообще не говорят как мы можем помочь значит уже занимаются с логопедом уже ходят специальный садик все это дело что нам нужно возможно возможно либо в результате ну какой-то там травмы родовой либо какого-то неправильного развития либо гипоксии головного мозга но по каким-то причинам не активируется определенный участок головного мозга у нас есть два продукта у нас есть майн мастер витамины для мозга и у нас есть омега-3 кто помнит напишите пожалуйста кто помнит что вам когда-то в детстве давали рыбий жир вот напишите рыбий жир давали помню давайте ждем кто помнит что вам давали рыбий жир под омега-3 это высококачественный рыбий жир с добавками кто помнит что ему давали рыбий жир жир жду ваших ответов вот у меня немножко запозданием идет ответ вот вот ольга помнит пишет я только ольга помнит а вот юли тоже давали рыбий жир давали давай значит смотрите когда нам раньше давали рыбий жир он не но не очень вкусно пах не очень вкусно пах потому что он был переокислены переокисленный рыбий жир пользу не несет честно скажу да он пишет кто-то противный такой да вот на самом деле рыбий жир должен благоухать дорогой ресторанной рыбой его очень сложно сохранить поэтому есть специальные технологии которые у нас используются норвежский называется способ плюс капсулирование которые позволяют вот этот великолепный дорогой продукт который обладает очень хорошими лечебными свойствами из него получить хороший препарат называется он омега или наш супер омега или омега-3 его называют как хотите и вот всего два варианта помните мы говорили витаминки для мозга мастер и омега и детишки начинают легко говорить на фоне того что они занимаются слогопедом ходят специализированный детский сад второй вопрос второй вопрос спасибо вам большое за ответы идем дальше второй вопрос очень часто долго не вырезают зубы ну вот не лезут зубы и все что такое не лезут зубы не хватает костного материала не хватает кольца это скорее всего нехватка она еще была у мамы когда она была беременна ну и походу значит вот она передала ребенку и соответственно дальше что при этом делать некоторые дети кому не хватает вот строительного материала наши минералы витамины они называются пробаланс там содержится кальций магний другие минералы они прямо с удовольствием грызут вот прямо знаете очень многие партнеры обращаются с тем что как только мама открывает упаковку с пробалансом в баночке находится все ребеночек бежит и бросит погрызть вот если ребеночек грызет прямо их это означает вообще очень сильная нехватка но детей никогда нельзя сил ко чему-то заставлять то есть смотрите у ребенка есть четкая такая фиксация когда ему нужен нужно погрызть а когда не нужно я уже всем объясняла на упаковочке препаратом есть крышечка крышечка такая как стаканчик если вашему ребенку например вот он очень быстро начал расти вот посмотрите какие риски риски при быстром росте да вот и внутренние органы утомляемость и так далее ломкость костей если вот у вас ребенок либо не лезут зубы либо вот он начинает очень быстро расти ему надо чуть-чуть помочь больше ничего не надо и вот эту чуть-чуть помочь дать ему столько минералов сколько вот он захочет то есть берем дозировку взрослого 12 таблеток делим ее на 4 получаем максимум 3 таблеточки ну или 4 это предельное количество то есть это будет всего 25 процентов взрослой дозировки вот все и кладем ее в эту крышечку и говорим вот захочется тебе погрызть может подойти погрызть вот и водичку ставим рядом если ребенку будет надо но в конце концов напомнили грызть будешь да ну потому что дети иногда бывает так заиграть что забывает что на чуть погрызть или что-то съесть и нам про это на пол вот и дети как правило если нужно с удовольствием грызут если вы хотите просто обогатить этими минералами чуть-чуть мы делаем деткам щелочную водичку как ее делать можете себе записать берем литр водички с вечера питьевая вода дальше кладем туда три-четыре таблетки пробаланса больше нельзя даже можно одну таблетку положить 1 2 3 4 больше четырех вообще не имеет смысла все равно не растворяется вот дальше оставляем ее во-первых а пробаланс является энтеросорбентом он что-то на себя ассорбирует частично кальций магний выйдут в раствор утром все это перемешали потому что он немножко растворяется вот все перемешали получается такая легкая водичка вот дальше как хотите хотите пейте вместе вот с этими белыми кусочками хотите отфильтруйте хотите просто дайте отстоять и не осядут и вы прозрачную воду сливаете даете ребеночку на вас очень полезно очень вкусно она кстати вот даже вот такая модная пьется очень комфортно она обогащает кальцием магния вот очень много вопросов решает потому что магний это утомляемость и сон а это очень важно когда ребеночек совсем маленький вот кальций это косточки зубы а почему очень важно защититься от оксидативного стресса значит смотрите если мы просто вот ребенок находится на берегу моря на берегу моря и вообще он играет в песочке то в принципе даже несмотря на то что большое количество солнца большое количество свободных радикалов но ребенок находится в расслабленном состоянии он счастливый довольный он в этой воде в этом песке у него уже промылись и носики уши и горлышко 10 раз потому что он вот так вот весь тому сковыркался вот не надо никаких там других вещей может быть солнцезащитный крем и все но как только мы выезжаем с курорта санатория с юга остается пять дней за пять дней до отъезда что нам обязательно нужно как только поменяется климат резко падает иммунитет и те радикалы которые атакуют клетку будет нечем защитить а мы должны организм дать защиту как мы дадим ребенку защиту за пять дней до отъезда с санатория с курорта с моря мы начинаем что-то пить или что-то брызгать это может быть например в горлышко спрей цистус на утром на чистую слизистую 12 пшика вот это может быть у кого везет и кому может там достать чай цистус но у нас его в россии временно нет может быть у кого-то какие-то запасы остались это может быть спрей алоэ вера это может быть капсулу цистус по одной штучке вот это может быть вы взяли запас алоэ вера геля и вы последние пять дней прямо знаете так хорошую дозировку даете алоэ вера геля но вы последние пять дней до отъезда до смены резкой климата даже ребеночка поддержать особенно если вы едете и возвращаетесь поездом потому что у нас очень многие южные города устроены так что вся канализация сливается море и в море не всегда везде хорошая эпидемиологическая ситуация я на полном серьезе вам это говорю вот поэтому лучше как бы вот перестраховаться перестраховаться и ребенок когда приедет с моря и вот он будет абсолютно здоров и пойдет сразу в садик в школу вот очень многое привозят с юга и ротовирусную инфекцию и другие виды болезни просто простых дороги и потом у ребенка очень сильный стресс знаете из-за чего он был с мамой с папой с бабушкой и отдыхал а тут его заставляют куда-то идти ребенок перестраиваться очень не любит да и вообще взрослый даже человек с отдыха 23 дня есть даже такой синдром до отпускника вот но по крайней мере услышали меня что вот такое надо делать вот вот перед нами два варианта либо болезнь таблетка либо профилактика и помощь организму и здоровье я за второй вариант я думаю вы тоже значит первое что нам поможет в этом это питьевые гели алоэ вера напоминаю мы используем только алоэ вера истины или алоэ вера пропаденсис миллер вот он содержит более ста биологически активных веществ 10 витаминов 30 минералов энзимы 12 заменимых незаменимых аминокислот монополисахариды глюкомананы которые либо усиливают либо снижают иммунитет их цель продлить жизнь как они будут это делать даже не столь важно вот специальные клеточки которые отвечают дальше противовирусное противомикробное действие и очень быстро проникает внутри клетки то есть прямо сегодня выпили сегодня же подействовал вот значит а у нас напоминаю только производит компания натуральный гель мы не производим концентрат мы не производим сок мы производим натуральный гель это просто великолепно вот содержание самого геля составляет восемьдесят девять или девяносто восемь с половиной процентов а соответственно от полутора процентов до 11 это раствор лекарственных трав туда же входит натуральный витамин c вот и но может быть какие-то еще другие лекарственные добавки есть например вот в геле фридом туда входит еще контра протекторы вот в деле например персик входит экстракт шкурки и мякоти персика вот дальше не забываем что например в деле мед 9 процентов цветочного меда и вот из 11 процентов 9 процентов это будет мед вот понятно да то есть какие то в каждой формуле какая-то своя добавка есть значит а все эти наши гели под линии life такт алоэ вера питьевые гели они входят в регистр лекарственных средств российской федерации и можно быть абсолютно спокойными за то что они принесут только пользу наших детям они официально занесены в регистр значит а для того чтобы а давайте детям тут нужно как бы подумать и сделать это не с позиции взрослого а с позиции какого возраста ребенок и как он себя чувствует и ну много очень тут фактор сейчас я это объясню значит во первых из четырех форму деткам подходит только две самые легонькие персик и мед на формула конечно сильнее персик самое легкое вот дети больше любят персик мед любят но не все теперь смотрите какие дозировки значит дозировка очень сильно зависит от того кого мы считаем ребенком ребенка может быть одна минута он только родился тогда может быть ему но капли а может быть ребенка человек в возрасте 16 лет и он уже очень здоровый огромный и вообще уже взрослый ну юридически ребенком считаются люди до 17 даже в принципе ребенка можно в чем-то считать студентом значит вот у японцев по японцев использование таких гели как у нас натуральные гели на основе алоэ вера начинается с нуля минут вот ребенок родился прикладывают грудь и дают одну каплю гели алоэ вера значит у нас в россии такое законодательство что биологически активные добавки они тестируются на детях но это этические нормы раз они не тестируются на детях то детям до 3-4 лет они запрещены не тестировал никто на них понятно да вот поэтому смотрите то есть если вы поддерживаете значит ситуацию что это полезно то пожалуйста можете давать с нуля но давайте вот видите от одной капельки например ребеночку ребенок родился например через тесарево сечение у него совсем вот отсутствует микрофлора значит что мы можем мы можем в день одну капельку давать геля персик одну капельку каждый день одной капельки дальше ребеночек уже вырос ну например ему 5 лет можно уже давать чайную ложечку чайная ложечка это 5 миллилитриков приблизительно ребенок растет например там не знаю но хочется ему побольше но вот если взрослому написано на упаковке а около 90 миллилитров то ребенку например пяти лет но хочется ему побольше да например но края 30 то есть не сделайте какие-то маленькие маленькие емкости ребеночек может сам наливать гель даже из холодильника только он тяжелый ведь это чтобы он его не уронил да вот и с удовольствием все для детей используются только два способа питья первый способ просто налили в маленький стаканчик и выпили и второй способ налили налили немножечко воды как справа нарисовано смешали вместе и ребенок выпил просто водичку в которой чуть-чуть алоэ вера как понравится я за ребенка сказать не могу действия немножко разно сразу скажу вот с водой больше для очищения проходит больше до кишечника доходит а вот если такой вот гель он больше все-таки на верхнюю часть будет но как ребенку хочется так он должен пить то есть хочется ему не разбавлять водички не разбавляет хочется ему разбавить водички можете ему это разбавить может быть его смешать с натуральным соком это тоже очень полезно вкусно то есть мы под ребенка подстраиваемся по идее значит можно давать от одного раза в день до трех раз день натощак перед едой лучше за 5-10 минут можно за 15 вот и количество вы должны решить сами тут вам никаких таких советов не должно быть потому что состояние может быть разное может ребенок заболел а может быть вы просто для профилактики даете какой у него рост какой у него воз некоторые дети прям очень сильно просят компотики могут выпить очень много но все равно то есть если ребенок возрасте 45 лет вот на это ориентируйтесь значит больше 30 миллилитров давать нельзя вот то есть поэтому делите на маленькие порции если несколько детей в семьях каждый должен иметь свой стаканчик свою мерочку вот и после не будут цветные каждому наливи алоэ вера гель перфю все подошли свою мерку все можно как веселую игру это сделать алоэ вера питьевой гель мед а он в основном алоэ вера и 9 процентов меда значит что на что влияет он влияет на ухо горло нос ухо горло нос соответственно трахею и бронхи легкие поэтому санаторные программы которые решают алоэ вера гель мед они как раз вот в этой в области смотрите все болеют я здоров это вот решает алоэ вера питьевой гель на свободное дыхание ухо горло нос и вопрос иммунитета смотрите как хитро вот этот гель алоэ вера он каким-то волшебным образом улучшает иммунитет но через через верхние дыхательные пути и легкие а у него есть побочное действие какое побочное действие он улучшит улучшит состояние желудочно-кишечного тракта и кишечника он улучшит общий обмен веществ но этот гель содержит 9 процентов меда если вдруг если вдруг не понравится ребенку значит нужно пить гель персик он совсем не содержит меда теперь если вдруг у ребенка какая-то стадия диабета то нужно вот те углеводные единицы которые в этом гели учесть я лично а вот я взрослый человек я лично этот гель люблю больше чем алоэ вера гель персик но детки еще раз напоминаю больше любят второй гель почему здесь почему здесь нарисована зубная паста потому что пищеварение начинается в полости рта вот у нас есть зубная паста гель алоэ вера она подходит всем детям и взрослым даже если ребенок съест кусочек этой зубной пасты вот это полезно ничего вредного в этом нет значит смотрите ребенок утром почистил зубки вот и потом потом он может к вам прибежать на кухню и вы ему прямо из холодильника наливаете гель он его пьет и никогда не забудет вообще я не знаю почему я вот если вы пью холодную воду у меня может сесть голос но я могу пить холодный гель отсюда из холодильника ничего но если не вдруг опасаетесь можете разбавить тепленькой водичкой как хотите как вы считаете можно вы родители вы должны решать сами так 2 альф лайф так алоэ вера питьевой гель со вкусом персика дальше ему просто буду называть персик потому что очень долго грамотно его называть смотрите он берет полосы рта почему потому что пищеварение здесь уже начинается и желудочно-кишечный тракт и иммунитет он поднимает за счет того что он улучшает функцию желудочно-кишечного тракта то есть смотрите это все все органы поджелудочный желудок и печень и так далее и кишечник большой 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 да еще там какие-то органы тоже другие есть и соответственно санаторные программы для ребеночка это все программы по желудочно-кишечному тракту по иммунитету который реально формируется через кишечник программа я начинаю если вы никогда ничего не использовали тем более ребенку ничего не давали просьба начать с геля персик из капельного помним использование если у ребенка диабет значит это тоже его формула чем удобен этот гель его можно употреблять с нуля лет и всем подряд и бабушкам и дедушкам до 120 лет и взрослым промежутки на удобно вся семья пьет персик и все и не заморачиваемся вот и все как бы здоровы для программы иммунитета для поддержания общего самочувствия это хорошо конечно это не профильный гель чтобы там какой-то орган конкретно восстанавливать там сосуды например или коленки нет но вот для общего самочувствия это даже очень хорошо этот гель у меня входит специальной программы многодетная семья потому что во многодетной семье если один ребенок заболел это соответственно ну прямо получается лазарет и а достаточно одного геля персик на одного ребенка в месяц вот и восстанавливает иммунитет через кишечник и детки практически не болеют это очень и очень важно потому что побочное действие этого геля их два первое побочное действие мама без больничного а второе побочное действие вы знаете этот гель очень любят дети вот это любовь к этому гелю это побочное действие вы знаете дети потом они через этот гель получают натуральные витамины минералы какие-то микронутриенты там вот я перечисляла все аминокислоты и они прямо кто компотики его называют то еще как называют они прямо его реально просят мало того если у вас есть маленькие и только маленькие детки а маленькие кошки собачки вот они тоже должен наливать и не то что допустим его пьют потому что они тоже понимают что вот ноту прямо вот натуральные все там 98 с половиной процентов чистого геля алоэ и совсем чуть-чуть вот экстракта персика и витамин c формула теперь что такое особо уход особо уход это крема который мы используем по разным причинам я объясню некоторые из них вы можете себе пометить что можно с каждым из них делать для наших деток значит первый крем это термо лосьон значит он содержит специальные эфирные масла и специально запатентованная формула которая может разогреть может охладить используется двумя способами горячим и холодным что такое горячий способ например ребенок принял ванну и он тело все горячее вот если вы на него нанесете термо лосьон он будет жечь как горчище 20 минут и вы его ничем не смоете поэтому услышите если вы хотите например ребенок подкашливать вы можете нанести на грудь термо лосьон на термо лосьон например если ребенок простым можно термо лосьон нанести на икры на стопы ног вот можно разогреть руки если ребенок пришел и он как ледышка вот найти в это ну все же помнят даже когда на горке катаешься уже приходит дык 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 весь синий так вот руки ноги можно быстро очень разогреть этим гелем и кровообращение восстанавливать но просьба если детки маленькие сам термо лосьон очень сильно он рассчитан на взрослых детям мы его должны разбавить один к одному чем мы его разбавляем первое мы его можем разбавить любым детским кремом один к одному половина детского крема половина термо лосьон второе в аптечке скорая помощь есть крем с прополисом мы его можем разбавить один к одному кремом с прополисом. Третье. В детской серии, вот на слайде, есть лосьон для тела и лица. Мы его можем разбавить специальным детским лосьоном для тела и лица один к одному. На руке себе вот так вот чуть-чуть смешали, а потом нанесли на ребенка. Действует реально очень хорошо, очень интенсивно. Когда мы используем холодный путь? Холодный путь мы используем синяк, вот, например, ударился, очень сильный синяк, да? Прямо сразу наносим, ничего не греем, прямо вносим. Если, не дай бог, головка болит, значит, просто точишь на ребеночку, очень аккуратненько, да? Вот. И если ребенок, еще раз говорю, пришел, у него руки холодющие, ноги холодючие, чтобы он не заболел, мы сильно-сильно ему прямо, прямо сильно-сильно вот так вот растерли, но на холодное, тогда он просто колет немножечко, вот, и быстро кровообращение восстанавливает, за ручки-ночки становятся горячие, и ребенок не заболеет после такой интенсивной продукции. Вот. Теперь термолосьон. Термолосьон можно использовать для ванны. Берем количество термолосьона в количестве 1 чайная ложечка под струей горячей воды. Растворяем, и ребенок вечером принимает ванну вот с таким термолосьоном. Можете туда добавить наше мыло алоэвера, вот внизу оно, оно очень полезное, мыло алоэвера, или, например, там, ну, детский вот шампунь или гель для душа. Значит, смотрите, вот пена, вот дети все любят пену, да? Единственное, у нас все продукты сильно натуральными, ничем не пахнут. Я не знаю, как вы будете с детьми, потому что, к сожалению, к сожалению, дети любят синтетические запахи очень такие. То есть, ну, я-то вообще химик, я не могу, да, я знаю, чем эти запахи сделаны. Вот, то, значит, запах карамели, это просто уксусный этиловый эфир, вот, ну и так далее. Там клубники, груши, яблоко, а это все конкретные сложные эфиры. Для меня жуть-жуть, вообще просто ужас. То есть, как имитировать запах, не знаю. Ну, может быть, знаете, капельку какого-то масла, или, может быть, ну, ну, или приучить ребенка вот все-таки принимать ванну без вот этих вот, ну, вот ужасных, дешевых гелей для ванны и души. Ну, потому что там, ну, очень много химических вот таких вот сложных, ну, эфиров, которые вот так вот резко пахнут. Вот, значит, смотрите, когда в ванне термолосьон, мы получаем, убиваем двух зайцев. Во-первых, ребенок становится спокойнее и после ванны быстро засыпает, вот. И второе, мы делаем профилактику болезни уха, горла, носа и легких, потому что ребенок дышит этими эфирными маслами, вот. После ванны его запутали в полотенце, все донесли до кровати, да, ну, там уже предварительно все проведрили, все закрыли, да, и все, пусть все спокойно дальше спит. Это у нас термолосьон. Дальше распираем аптечку. Значит, центральная часть – это спрей «Скорая помощь», который содержит 83% алоэ веры и экстракт 12 трав. Траву вы можете полностью посмотреть в составе справочника. Значит, он используется для разных целей, для кожи и слизистых. Значит, на кожу можно брызгать ребенку везде, и на ручки, и на ножки, и на волосики, везде можно брызгать. Значит, если девушка, например, молодая, красивая, ну, старшеклассница, да, она может брызгать на волосы, сейчас все старшеклассницы ходят с красивыми длинными волосами, не будут сечься кончики волос. Вот. Теперь, значит, мы можем его брызгать в горлышко, в нос. Смотрите, в горлышко дети дают сразу. Он вкусненький, сладенький, и проходит боль в горле. Можно брызгать 10, 12, 15, хоть 20 раз в горло. На него не бывает ни аллергических реакций, ничего такого. То есть детки сами могут брызгать. Как бы слизистая немножко восстанавливается, увлажняется и становится легче. Обращаю внимание, если вы будете капать его в носик, если нос здоровый, все в порядке. Но если вот в этом месте у ребеночка по какой-то причине скапливаются сопельки, и если вы возьмете и порызгнете ему спрей в нос, где-то секунд через 5 идет такой 5-7 секунд спазм. Смотрите, алоэ вера что делает? Оно вот отсюда, вот как будто бы, знаете, так вот, ну, под давление берет, и эти сопли достает резко. То есть получается так, вы закапали 5-7 секунд, и это все вычихивается зелеными соплями. Но в этот момент может быть больно 5-7 секунд. Вы знаете, вам ребенок второй раз не даст закапать нос. Поэтому я очень прошу те, у кого вопросы с носом, вы все-таки брызгайте пока горло. Ребенок привыкнет, ему в любых ухо-горло-нос система общая. Можно в ушки, только капать, брызгать не надо. Ну, взяли глазную капельку, ветку и закапали. Вот, значит, вы сначала попробуйте все-таки горло, потом берете маленькую-маленькую такую пузырек какой-то, смешиваете 2-3 капельки нашего спрея, 2-3 капельки кипяченой воды, вот прямо готовите вот туда, капаете разбавленный спрея в носик, сначала разбавленный спрея в носик, и только потом, через некоторое время, можно переходить на чистый спрей. Взрослым, конечно, сразу чистый спрей, чего там время терять, и старшим детям то же самое. Вот. Так, теперь, значит, если у вас рана, ожог, порез, укус, это первое, что нужно делать. Вот у нас спрей должен быть в маленьких бутылочках, у всех членов семьи в сумке, у каждого ребенка в сумке, и ребенок должен знать, что если что-то случилось, первое, что он делает, он бежит к спрею и брызгает себе, потому что это может случиться без вас, вы должны просто приучить, что первое, что делаем, рано, ожог, порез, укус, брызгает, потом уже раздираемся. В той случае перестрахуется. Ну, можно поиграть в аптечку, с ребенком научить его. Теперь смотрите, концентрат. Концентрат вообще такой, ну, уникальный продукт, и во взрослом случае может использоваться вплоть до косметических серьезных процедур. Вот, для чего он ребенку? Значит, тоже, если раны, ожоги, порезы, укусы, мы можем наносить. Второе, значит, концентрат может снимать температуру, если, мы смотрите, что делаем, вот от волосиков до трусиков. Мы ребенка со всех сторон мажем концентратом, плюс можем мазать икры, и можем мазать стопы, и укутать его, и полежать. Вы знаете, можно без таблеток снизить температуру на 2 единицы. Я не знаю, как это действует, полный состав, как бы я понимаю, но формула запатентована. Такое уникальное растение алоэ вера, не могу сказать, вот в чем заключается конкретный механизм, меняется, видимо, проводимость, влажность, еще что-то на коже, и вот ребенку становится легче. Это нужно иметь в виду, почему? Потому что последние годы очень тяжелые формы проходят урви и гриб с очень-очень высокими температурами, и люди лежат по 5-6 дней с температурой 38-39-40, и ее не могут никак сбить. Это очень тяжелая температура, поэтому, пожалуйста, имейте это в виду. Так, теперь, крем с прополисом, вообще, как бы, он завершает процедуру, если, например, там синяк, порез, укус, то сначала брызгаем спреем, потом наносим концентрат, потом наносим крем с прополисом. Сам по себе крем с прополисом ребенку можно использовать только для массажа. Вот если вы делаете массаж, можете использовать крем с прополисом. А так крем с прополисом из аптеки зимой, я считаю, нужно использовать мамочка, потому что он замечательный крем для осени и зимы, для ухода за кожей лица. Вот, теперь, люди, смотрите, что еще на этом слайде, чтобы я не забыла. У нас есть специальная замечательная детская серия. Она одобрена педиатрами России. Вот, она в очень хороших отзывах от наших мамочек. Кто не пробовал, пожалуйста, попробуйте сами. Теперь, меня интересуют три нижних средства. Мыло. Алоэ, вера, мыло. Значит, для чего мы его используем? Мы всех с нуля подмываем мальчиков, девочек, потом уже постарше, потом уже себя и так далее. Мыло, мало и вера. Оно содержит 38% алоэ. Оно не сушит кожу. Оно не дает воспаляться. Оно не даст вам возможности заболеть вот какими-то болезнями типа циститов. Оно вот как бы защищает циститов. В общем, воспаление мочеполовых путей. Вот, если вы регулярно, два раза в день будете использовать для интимного туалета мыло, то создается такая среда вот в этой области, особенно вот маленьких мальчиков, это тоже очень важно вот приучить, да, ну и девочек в принципе, да, вот, то тогда нет вот этого пересушивания, кожа как бы правильная, и когда кожа правильная, у нее правильный АПХ, у нее правильная увлажненность, и, соответственно, шансов заболеть чем-то вот в этой области меньше намного. Мы делаем профилактику. Вот. И здесь же есть дезодорант и алоэ вера, шампунь для волос и тела. Значит, как только детям там 12+, как только начинается активное половое сосревание, они начинают резко пахнуть, и мальчики, и девочки. И очень многие обращаются именно по этому поводу, что не могут себе подобрать все-таки как бы первый дезодорант, первый шампунь, первый гель для душа, такой, чтобы он убирал запахи. И мы поможем большому количеству подростков и мамочек, если мы порекомендуем вот наш дезодорант и шампунь для волос и тела, два в одном. Именно эти два продукта убирают полностью запах тела. А для подростка, который, ну, хочет быть интересным для своих одноклассников, сверстников, и для противоположного пола, может быть, у нее там первая любовь, да, или первая влюбленность, вот это очень-очень актуально и важно. Вот. Имейте это в виду. Так, третье – это минералы и другие продукты. Здесь нужно смотреть и рассмотреть аж целых семь продуктов. Мы очень быстро их рассмотрим. Витоактив, пробаланс, Майдмастер, Супер Омега, Цистус, Файбергуст и Слимактив. Значит, вот наши натуральные витаминки. Значит, это жидкие витамины, это первое. Жидкие очень хорошо усваиваются. И в аптеке очень много жидких витаминов, которые производятся именно для детей. Мы изучили все жидкие витамины, их оказалась 21 форма, которые есть в аптеке, по крайней мере, были в регистре два года назад. Эта работа была сделана два года назад. Там была 21 лекарственная форма. Может быть, сейчас больше появилось. Я не владею информацией за этот год. Вот, значит, смотрите. Мы обнаружили, что все витамины, которые есть в аптеке, это химзавод. То есть они синтетические. И мы пытались, когда мы делали работу, мы пытались найти жидкие, натуральные витамины для всей семьи, в том числе и для детей, для профилактики и каждодневного употребления. Услышали? Жидкие, натуральные витамины, которые мы можем было пить всей семьей, которые бы были полезны и для профилактики. Мы таких не нашли вообще. Ни одной формы. Вот. И теперь посмотрите, из чего состоят наши витамины, витактив. Значит, 10 витаминов они содержат. Там нет витамина А. Нет витамина А, потому что витамины А, это жирорастворимый, он из жира получается. А для производства витаминов использовано 21 ягода и фрукт. 21 ягода и фрукт, сейчас, минутку. 21 ягода и фрукт, это малина, калина, бузина, шиповник там и так далее. Они не содержат жира практически, поэтому А нет. Почему в наших витаминах нет витамина С? Все производство фармацевтическое по нормативам делается в цистернах из нержавеющей медицинской стали. Я уже объясняла. Как только витамин С соприкасается с нержавейкой, он разрушается. То есть, если мы варим суп в кастрюле из нержавеющей стали, там витамина С нет. Даже если этот суп из щавеля, там нет витамина С, он быстро окисляется. Вот. Все остальные витамины есть. Теперь смотрите, процент от дневной нормы в каждой стране свой. Значит, если мы выпьем чайную ложечку, это можно старшеклассникам давать уже и взрослым, значит, чайная ложечка, то по германицким нормам фактически 100%. По российским нормам, видите, там разные цифры стоят, но у нас немножко другое законодательство, другие нормативы. Ну, очень хорошее содержание витамина Д, очень хорошее содержание витамина группы В. И я вот езжу по городам, провожу семинары, и очень многие мамочки говорят о том, что они просто своим детям для профилактики периодически покупают, дают вот витамин. Значит, взрослому чайная ложечка, если ребенку 10 лет, ему пол чайной ложечки, пол чайной ложечки, на нем большое количество водички, если ребенку 5 лет, то ему общие четверо чайной ложечки. Ну, а дальше, если у вас 2 годика, ну, можно 2 капельки просто в водичку добавлять, и все. Ну, совсем чуть-чуть. То есть сами просчитайте. Дозировка чайная ложечка на взрослого человека весом 70 килограмм. Пропорцию все в школе проходили. Ваш ребенок весит 10 килограмм, ну, вот несколько капелек, или там 2, там, 1 миллилитр. Кем-ом, просчитайте. Вот. Если дети постарше, я так рекомендую сделать дозировку взрослого, то есть сделали чайную ложечку, небольшое количество водички, и разлили в 2 маленьких стаканчиков, 2 маленьких там кружечки или чайные ложечки. Вот. И каждому, значит, дали. Второе. У нас есть защелачивающий минеральный комплекс ProBalance. Он поддерживает все органы и системы. Значит, когда для детей, я уже объяснила, помните, мы делаем либо щелочную воду, я уже выше объяснила, либо мы 2-3 таблеточки даем ребёночку, он сам и друг лезёт. Всё. Препарат вообще этот сделан для взрослых, то есть мы не ребёнку даём, ну, совсем-совсем немножко, кроме тех, кто старшеклассники. Старшеклассников и тем, кто студент. Это главный продукт старшеклассников, ещё раз услышите, и студентов. Главный продукт. Смотрите. Плохо стало в столовке. Ну, не знаю, в столовке. Чё-то там съел, как они говорят, столовка, да? Вот, пошёл там чё-то съел, заболел живот. Пришёл домой, выпил несколько добреток ProBalance и стакан воды. Всё ушло. Дальше. Например, они блестят волосы. Сейчас девушки ходят с красивыми длинными волосами. Для того, чтобы хорошо блестели волосы, нужны минералы. Всё. Значит, пьёт периодически, и у нас хорошие волосы. Дальше. Влияет на утомляемость. Сон. Влияет на стрессоустойчивость. В лучшую сторону, да? И, знаете, биоритм восстанавливает. Вот некоторые подростки очень долго не могут уснуть, а потом, значит, соответственно, утром их не добудиться, им нужен ProBalance. Там есть магний. Магний, он вот на этот биоритм влияет, и человек, условно говоря, тот, кто принимает ProBalance, он из, сейчас скажу, кого из совы, превращается потихонечку в жаворонка. То есть, вот у кого правильное содержание кальция магния, тот, есть такая теория, тот ближе к жаворонку, тот рано встает, рано ложится. А у кого не хватает магния, у того вот этот биоритм нарушен. ProBalance, он восстанавливает биоритм. Дальше. У нас есть витамины для мозга. Для чего они деткам? Помни, мы говорили, если есть стрессовая ситуация, если детки не говорят, вот, просто для хорошего настроения. Теперь, если нам нужно повысить обучаемости внимания, например, ребенок пошел в детский садик, ребенок пошел в первый класс, что поможет Майндмастер? Майндмастер поможет ребеночку досидеть один урок. Вы понимаете, его же никто ни один урок с ним не занимался, а тут надо один урок досидеть. Особенно мальчишки у них там шило в одном месте, да, они не могут досидеть. Они уже там и так крутятся, и так крутятся, а так он досидит. Это очень важно. Вот, он быстрее ответит, если выучитель вызовет, это все равно для ребенка стрессовая ситуация, помыслит выносливость. Теперь, по поводу дозировки. Вот смотрите, Майндмастер в трех видах. Есть зеленая формула, красная формула и сухая формула. Сухая формула до 14 лет вообще использовать нельзя, только с 14 лет подростком. Сейчас попозже про нее скажу. А ребенку можно использовать только жидкую формулу, зеленую или красную, можно ее разбавлять водичкой. Количество, тоже пропорции считайте. На взрослого человека 70 килограмм, 80 миллилитров. У вас ребенок весит совсем немножко. Вот 10 миллилитров, 5 миллилитров. И эту дозировку вы должны подобрать сами. Почему? Смотрите, если ребенок гиперактивный, или наоборот он не может чего-нибудь сообразить, вы должны прямо с одного миллилитра потихонечку начинать давать Майндмастер после завтрака один раз и писать себе в тетрадочке. Даю 1 миллилитр и смотрю. То есть вы должны вот эту дозировку, даже маленькую, 5, 7, 10 миллилитров, 15 миллилитров, вы должны ее почувствовать. То есть при этой дозировке ребенок будет и хорошо себя чувствовать, и лучше будет учиться, и не будет к вечеру утомляться, и после садика он не придет такой вялый, придет нормально, и вечером он хорошо ляжет спать. Надо просто правильно подобрать вот эту дозировку. Но это вам придется делать самому, потому что никто, кроме мамы или папы, это не сделает. Это невозможно прописать. Это нужно вот вам просто подобрать индивидуально. Теперь по поводу сухой формулы. Сухая формула – это просто абсолютно четко и ясно работающий мозг на протяжении 9-19 часов. Высыпается на язык. И 9-19 часов у кого как. Абсолютно четко и ясно работает мозг. Вы можете решать задачу, сдавать экзамен, куда-то идти на какой-то конкурс, на какое-то соревнование, еще куда-то там, на КВМ. Дальше. Ребенка, перед тем, как он идет в ночной клуб студента, нужно просто заставлять, чтобы они выпили майтмастер. Почему? Потому что ребенок будет с ясной головой на дискотеке, в ночном клубе, куда он там пошел. А если он будет с ясной головой, ему не нужно будет никакой другой допинг, потому что по молодости может что-то там захотеться. А тут у него будет абсолютно четко работающий мозг. Потому что если целый день ты что-то делал, ночью ты еще ночью тусишь, там наступает определенный момент, когда просто хочешь спать, уже мозг не соображает. А тут мозг будет соображать. Вот. Имейте в виду, что еще раз, до 14 лет сухая формула не используется. Так. Теперь омега. Омега у нас очень-очень хорошая. Помните, я говорила, высококачественный рыбий жир. Вот. Но это не только рыбий жир. Посмотрите, там еще есть масло примулы, вечерние чменя, витамины Д, А, Ф. Наша омега, вообще супер омега, не просто потому что она так называется, а потому что она соответствует 10 критериям. Критерии я написала на слайде, вы можете это изучить. В аптеке, в аптеке, и, соответственно, занесены в регистр, продается около 50 препаратов омега, которые называются омега-3 в основном. Из них 58% без опознавательных признаков. На них нет ни одного данного, который перед вами представлен. Только название и сколько принимать. Даже не написано, сколько там миллиграмм. Дальше. 23% имеют какие-то указания. Либо какое количество миллиграмм, либо где-то указан вид рыбы, либо указан холодный или горячий отжим. Ну, что-то указано. И, соответственно, если первые 58% препаратов стоят в аптеке от 100 рублей, то вот эти 23% стоят в аптеке от 700 рублей. Значит, дальше. 10% препаратов хорошего качества. На них написано 5-6 пунктов из наших. Ну, где-то половинка. Вот. Больше нигде не написано. Даже вот в 9% желтеньких, там тоже не написано все наши 10 пунктов. Вот. Но, тем не менее, препараты хорошего качества. Их 4-5. То есть наш препарат, ну, можно условно отнести. Мы как бы между вот этими 10% и между 9%. И мы можем сюда, можем сюда. То есть мы входим вот в 4-6 лучших препаратов, которые есть на российском рынке, это точно. Вот. Значит, 9%, которые желтенькими, это препараты, которые зарегистрированы как лекарственные средства. Мы зарегистрированы как биологически активная добавка. Вот. И если регистрировать препарат как лекарственное средство, его цена в два раза больше. Поэтому есть препараты, которые стоят в два раза дороже, чем наши. Они выше качества, чем обычные аптечные препараты. Они такие же по качеству, как у нас, либо чуть хуже, но стоят в два раза дороже. Вот. Поэтому можно реально покупать наш препарат. У нас очень хорошая омега. Я отдельно проводила по ней вебинар. Можете ее отдельно посмотреть. Я там подробно все рассказываю. Какую дозировку ребенка? Одну капсулу. Только одну капсулу. У ребенка есть три варианта. Первый вариант. Капсулу проглотить. Ну, если он уже постарше. Ну, или вообще старше класса. Дальше. Второй вариант. Второй вариант. Капсулу разгрызть. Ну, как бы надкусить. Высосать ее содержимое. А шкурку они маме отдают. Особенно маленькие. Вот. Третий вариант. Можно ее разжевать, проглотить. Прямо вот со шкуркой. И еще, знаете, еще какой вариант есть? Если ребенок не хочет ее ни жевать, ни глотать, ни шкурку там, значит, вам отдавать. Тогда, чтобы все-таки омега была, у нас очень сильный дефицит омега-3 в рационе. Вы не сможете накормить дорогой жирной рыбой ребенка. Вот. Значит, что мы тогда делаем? Мы утром делаем ребенку бутерброд с хорошим сливочным маслом. Распиливаем капсулу. Она благоухая дорогой ресторанной рыбы. И мы прямо эту капсулу выливаем его на бутерброд. Вот. Ну, можете между хлебом и маслом сливочным. Пожалуйста. Все. И ребенок съедает дневную порцию, вот свой хороший бутерброд. Дети всегда любят бутерброд с маслом. Да, это полезно для детей. Вот. Только масло должно быть хорошее. Вот. И вот получая дополнительно омега-3. Омега-3 обучаемость поднимает и против инфекции защищает. Вот. Есть научные работы, которые говорят о том, что если принимать омега, то простуда длится не 7 дней, а 4-5. Вот. Если, например, там принимать омега, то воспаление легких не 3 недели, а 2. То есть это серьезное исследование, да. И поэтому омега. Плюс омега помогает повысить обучаемость. Вот. Для старшеклассниц, опять же, их красивые волосы и лицо. Вот. Да. Ногти, кожа. Вот. У кого, например, подростковые прыщи, они тоже будут меньше на фоне принятия омега. Если у девочки или у мальчика очень сухая кожа, первое, что нужно делать, наша, конечно, спреевая вера, он очень хороший. Но если подключить омега, то результат будет намного быстрее. Больше одной капсулы не нужно. У нас очень высокое содержание омеги. Вот. Больше одну капсулу ребенку не нужно. Дальше. Линия, которая специализированная от гриппа, цистус и мканус. Значит, у нас сейчас на российском рынке есть спрей и есть капсулы. Капсулы вот-вот появятся в новой упаковочке. Вот они уже приведены. Ну, буквально чуть-чуть подождать, и они будут уже. Значит, смотрите, как мы используем спрей. Если у нас просто профилактика. Утром почистили зубы на чистую слизистую. Два пшика спрея. Пшик-пшик ребенку. Если дети постарше, можно до 5-6, как взрослого. Больше двух, как бы, ребенку не рекомендуется. Этот спрей сразу же прилипает к слизистой. И если вы в течение хотя бы минуты не попьете, не дадите пить, сразу же будет в крови. Это так он рассчитан. Минуту не даем пить, сразу же в кровь. Содержит 86% ладоника. Капсулы еще дополнительно содержат витамин С и цинк. Значит, смотрите, вместе они просто реально очень хороший, эффективный способ защититься. И, может быть, когда у вас только начало заболевания, вот в самом-самом начале поймать это и предотвратить. Значит, по поводу капсул. Если взрослому, то у лечения 5 дней, по принципу, 5 капсул первый день, 4, второй, 3, в третий, 2, в четвертый, 1. То есть это 15 капсул. Если у вас ребенок, то начинаем предельно с 2 или с 3 капсул. Если очень тяжелое состояние, 3 капсулы, потом 2 капсулы и потом 3 дня. 1, 1, 1. Если вы просто делаете профилактику, вот, например, наступил и все вокруг болеют гриппом. А вы делаете профилактику. Меньше 1 капсулы вы все равно не дадите. Лучше капсулу не распиливать, она маленькая. Ее можно проглотить ребеночку, вот, да, любого возраста. Ну, понятно, не грудному. Мы не говорим о грудных детей, да, про адекватных уже детей говорим, которые понимают. Вот. Значит, еще раз говорю, в Казахстане, в Европе есть еще чай, да, то есть если еще заваривать этот чай, то тоже как бы очень хорошее действие. Поддерживает иммунитет. Теперь есть вот две еще линейки, которые мы используем очень-очень редко, ну, вот, в том случае, если это реально нужно. Если у ребенка проблема со стулом, то есть он плохо какает, это прямо, знаете, одна из серьезных проблем, которые сейчас есть. Возникает она из-за того, что для того, чтобы защититься от внутрибольничной инфекции, мамочек колят антибиотиками и убивают микрофлору, и, соответственно, ребенку достается уже, ну, вот такая вот, ну, немножко нездоровая микрофлора. Значит, смотрите, взрослому человеку достаточно одной мерной ложечки, она там внутри, плюс 125 мл жидкости молока или воды. Выпить на ночь, то есть вы их смешиваете в виде коктейльчика, он сначала жидкий. Если он чуть-чуть постоит, получается такой холодный мусс, как желе. И можно ложечкой его кушать. Так вот, одну ложечку мерную взрослому, а ребеночку, если он, простите, не какает, нужно вообще одну третью, одну четвертую от этой ложечки. И маленькую-маленькую порцию совсем. Этот фамбергуст, он используется вместе с гелем персик, и вместе они чистят ворсинки кишечника. Если по какой-то причине, например, ребенок много ест сладкого, или как-то там, ну, неправильно питается, или там, не знаю, бабушка его там чем-то таким перекормила, там, за каникулы, и вы получили такого ребенка, он у вас болеть начал, да? Вот. Но не потому, что бабушка плохая, она же от всей души это делала. Ходила каждый день, шоколадки ему покупала, конфетки ему покупала в красивых упаковках, дорогие. Вот. То есть, смотрите, ворсинки вот такие должны быть, они у него слиплись. Так вот, чтобы их отлепить назад, соответственно, чтобы кишечник у него дальше работал, вот, значит, нам нужен гель персик, и нужен чуть-чуть фамбергуст. Один раз день на ночь. Теперь, седьмой пункт, это что можно детей из линии слимактив, из линии питания. Значит, вообще эта линия, она создана все-таки для взрослых людей. Окей, вот. Но детям использовать можно без фанатизма как добавка минералов, витаминов. И вот здесь я предлагаю два варианта. Вот смотрите, в маленьких кружечках, в маленьких чашечках что сделали? Значит, во-первых, взяли, например, коктейль, вот, с клубничкой которой, взяли коктейль клубника. В наших коктейлях есть такие, знаете, чешуйки, вот такие сплющенные, злаковые. Дети их не любят. Поэтому что мы делаем? Мы берем кофемолку и на кофемолке измельчаем в пудру, там, две столовые ложки, допустим, или одну столовую ложку коктейля. Когда вы в пудру измельчили, после этого добавляем молоко, шейкером это все взбиваем. Можно на молоке, на кефире, на йогурте, на воде. Все. Кладем в маленькую чашечку ребеночку. Все. Добавляем туда какие-то фруктики или вот красиво украшаем. Левое вообще сделан, вот, коктейль ваниль, сделан и сверху малина положена. То есть вот можно, например, тот фрукт, который нравится ребенку, добавлять прямо в коктейльчик и блендером взбивать. Еще раз напоминаю, дети не любят вот эти вот плакающие на поверхности коктейля зернышки. Для взрослых это вкусно, а для детей это невкусно, они плюются. Поэтому, значит, вы либо блендером все должны взбить, либо сначала в кофемолке, а потом уже так. Старшеклассники, понятно, могут сами коктейль делать, там на физкультуру пошли, на спорт пошли заниматься, сами сделали, вообще без проблем. И наш чай с лимактив, который вот я пью, да, сейчас сюда попью, чуть-чуть. Очень вкусно. Его можно пить с лимоном, можно пить с медом, ну, в конце концов, можно там с малиновым вареньем, если ребенок болеет. Значит, мы тоже можем приучать потихонечку детей. Почему? Потому что пить зеленый чай с травмом это полезно. Но детки больше почему-то любят черный чай. Если дети любят черный чай, что мы делаем? Мы по чуть-чуть к этому черному чаю, по чуть-чуть, к крупиночку добавляем нашего чая с лимактив. На следующей неделе две крупиночки, на следующие три крупиночки. И так потихонечку, потихонечку ваш ребенок будет с удовольствием пить иногда и наш чай очень вкусный, с лимактив. Он очень-очень полезен всем. Его, кстати, можно пить с молоком. И вот мы дошли до наших санаторных программ, которые можно составить из наших продуктов. Значит, очень хорошо, если вы вывезете ребенка в реальный санаторий, где он будет принимать ванны или на море, или вот здесь вот колокамеры. Но если вдруг нет такой возможности, вы, например, работаете, то можно из наших продуктов сделать мини-санаторий. Вот я предлагаю вам несколько вариантов. Вот мини-санаторий, идем в садик или в школу. Пьется он 30 дней, пьется он 30 дней, и смотрите, что он содержит. Нам нужен пробаланс, минеральный комплекс. Всего 1 четверть упаковочки. 3 четверти, пожалуйста, сами употребите. Дальше нам нужна омега. Всего половина упаковочки. Половина, пожалуйста, тоже сами. Одна мальдмастер, одна упаковочка мальдмастера. 1 литр алоэ, либо мед, либо персик. Тот, который вы выберете, тот, который понравится ребенку. Еще раз напоминаю, мед сильнее, персик легче. Вот. И витаминки, посмотрите, половиночка. Тоже половиночку сами, пожалуйста, выпейте. Значит, сразу себе где-то пометим, что продукты мальдмастер, алоэ и витамины после вскрытия хранятся только в холодильнике. И за месяц вы должны их выпить. Их нельзя хранить больше месяца. Поэтому у них есть там консерванты, но их количество ничтожное. Поэтому просьба. Вот вы начали давать ребенку, пожалуйста, проследите, когда это было. Либо пейте параллельно с ребенком, чтобы ребенок пил все-таки свежий продукт. Хорошо? То есть проследите, пожалуйста, за этим обязательно. Дальше. Что у нас на всякий случай? Вот у нас на всякий случай всегда должен быть в запасе. Концентрат, либо точно так же выглядит термолосил. Концентрат, термолосил, два крема. Спрей. Вот. Если хотите, можете аптечку целиком, там еще крем с прополисом. Обязательно спрей цистус. Спрей скорая помощь отдельно, спрей цистус. И как только появляются капсулы, мы обязательно покупаем хотя бы одну упаковочку, храним ее. Я ее в холодильнике тоже храню, потому что я редко ее использую. Вот, да. Но тем не менее, она у меня всегда есть. И можно ребеночка нашим чаем пойти. Пожалуйста. То есть просто так. Если у нас старшеклассник, или если у нас студент, для них программа совсем другая. Посмотрите. У них используется всего 4 продукта. Если они относительно здоровы, им больше ничего не нужно. Значит, им используется пробаланс. Вообще на все случаи жизни, я уже объяснила. И даже если, например, старшеклассник заболел, высокая температура, то уже несколько таблеток пробаланса, стакан воды. За ночь 12 таблеток пробаланса старшекласснику. За ночь. Три раза его разбудили. По 4 таблетки, по 6 дали. Несколько стаканов воды или морса. Вот. К утру он встанет без температуры. Это просто, да. Это не потому, что это лекарственное средство. Нет. Минералы не являются лекарственным средством. Просто они очень сильно защелочат. Среда смещится в щелочную сторону. И не будет возможности развиваться бактериям, вирусом. Ему станет легче. Вот. Теперь спрей алоэ вера, который можно брызгать везде. И горло, и нос. И можно использовать крем для рук, крем для ног. И средство для волос. Дальше. Что это у нас такое? Термолосьон. Термолосьон, потому что все занимаются спортом. Он может очень хорошо разогревать после тренировки. Либо его мажут до тренировки, либо его мажут после тренировки. Для того, чтобы расслабить напряженные мышцы. И старшеклассникам и студентам специально создан сухой медмастер. С 14 лет его можно использовать. Перед экзаменами, перед серьезными какими-то вещами, перед соревнованиями я уже это вам объяснила. Вот это санаторий для студентов, для старшеклассников. И побочным действием все наши продукты являются две вещи. Две. Первое. Мама безбольничного. Это вот первое. Папа безбольничного, это тоже хорошо. Потому что вот, ну, это вот, ну, прямо вот очень такое. И второе. Второе еще более серьезное. Это спокойствие. Спокойствие за ребенка, что он пройдет мимо эпидемии гриппа. А если заболеет, то принесет это легко. Спокойствие, что когда вы едете с отпуска, вы заранее 5 дней до выезда с отпуска, помните, я говорила, чуть-чуть помогли иммунитету, чуть-чуть его усилили, потому что при смене климата очень резко он упадет, и ребенок у вас опять доехал спокойно. То есть наша-то задача какая? Наша задача делать профилактику периодически, периодически санаторий. Когда нет санатория, можно просто, например, гель-персик попить, можно перерыв сделать. Пожалуйста. То есть фанатиками не надо быть. Да, то есть спокойно, в радости это все надо делать. И вот получаем тот результат, который получаем. Пожалуйста, бизнес мы развиваем. Я вот сколько городов объездила, очень много молодых мамочек, которые наши продукты позволяют еще и бизнес развивать. Потому что дети нормальные дети, обучаемые дети. Играют дети вовремя ложатся спать. Дети фактически всегда здоровенькие. Это замечательно. Вообще для мам, для пап вообще замечательно. Это мой последний слайд был. Я напоминаю, что у нас слоган компании больше в качестве для вашей жизни. Сейчас я вернусь на обычный санаторий и отвечу на ваши вопросы. Так. Ага, так, сюда. Так, нет, вот сюда. Сейчас я отвечу на вопросы. У кого еще какие-то вопросы остались? Так. Сейчас я вернусь. Я буду читать вопросы и отвечать. Так. Видно, слышно. Да, чай очень вкусный. Так. Да. По числу реально потерялись, потому что вебинар должен быть, был 17-го числа вечера, но 17-го числа вечера был вебинар по новости Fast Track, степ номер два, шаг номер два. Так. Значит, чай, еще раз говорю, Slim Active сейчас называется Fasting. Пробуйте, чай реально хороший. Ольга, я вчера сделала фото препаратов от аллергии в аптеках. Цены там очень высокие, а толку нет. У наших препаратов много хороших плюсов. Еще раз говорю, то есть, аллергию можно лечить по-разному, то есть, если вы будете аллергию каким-то образом, ну, компенсировать за счет наших минералов, витаминов, то вам придется набраться терпения, вот, от капельного использования, потихонечку, потихонечку восстановить баланс витаминов, минералов, микронутриентов. Когда вы его восстановите, то аллергия сама по себе пройдет. То есть, аллергия – это же, ну, либо нехватка чего-то, либо переизбыток чего-то. Вот. Просто это восстановится потихонечку самим организмом. Так, Екатерина, мы не разговариваем, даю Майдмастер Омегу уже 3, Омегу 3 уже месяца сколько? Значит, вот, Екатерина, вот все, кто с этим сталкиваются, значит, Майдмастер Омегу в течение нескольких месяцев до полугода. Дети, кто начинает говорить через 2 недели, кто начинает через 2 месяца, кто через 3 месяца. И все равно нужно с ребенком разговаривать и заниматься у логопеда, спросить, как. Ну, должен быть результат обязательно. Да, Альжан, вот мой вовсю грызет, ну, видимо, про баланс. Так, Алина, не знаю, что хотели спросить, 5 лет активный и с плохим аппетитом. Если с плохим аппетитом, то этому помогает вот алоэ вера персик, потому что он улучшает кишечник и плюс, может быть, поделать ему коктейльчики из фабербуст. Поначалу первую недельку он даже может там на полкилограмма, на 300 грамм похудеть. Вы не бойтесь, потому что потом ворсинки восстановятся. это вот плохо ворсинки, да, слипшиеся ворсинки, кишечники. Вот, надо чуть-чуть помочь кишечнику. Если ребенок в школе, Надира, и не имеет возможности принимать дневную норму, можно ли суточную норму разделить на два? Можно. Ребенку вообще можно давать один раз в день утром или два раза в день утром вечером. Я думаю, для большинства родителей это единственный путь, потому что днем все заняты, и дети, и родители. Сыну 3 года постоянно болеет ларингитом, лающий кашель, абструкция, одышка. Днем делают голязу с гормональным препаратом. Да, значит, вот вам как раз подойдет санаторий на основе алоэ, вера, геля, мед. Полностью вот этот санаторий, который вот перед вами, не только гель должен быть, мед. Единственное, вот смотрите, 3 года у вас дозировочки маленькие-маленькие, пробаланс одна, ну, омега вы меньше одной не дадите, Майдмастер миллилитров 5, а алоэ, вера миллилитров максимум 5, вот, и витаминок тоже, ну, там 2-3 капельки. Вот такие дозировочки для ребеночка 3 года, вот, и потихонечку, то есть, никуда мы не торопимся, то есть, если даже вам хочется, чтобы он через 3 дня был здоров, просто пока никуда не торопитесь, и потихонечку все восстановится. Так, Волошина, Любовь. Татьяна, здравствуйте, мы с ребенком пьем продукцию уже 9 месяцев, очень довольна, много результатов, но недавно началась о лапице, что можно добавить, от чего она может быть, если мы пьем продукцию, буду очень признательна обратной связи. Можно ли эти лачидины в голове смазывать термолосьоном ребенку 5 лет? Люба, мне нужно знать, что конкретно вы из нашей продукции пьете, потому что очень такой абстрактный. По поводу лапицы обращаются многие, сейчас вот у меня идутся, да, конкретно консультации, поэтому я уже подняла всех, кто уже вылечил вот эту лапицы. К сожалению, медицина не знает, как ее вылечить. Традиционная медицина, потому что детки с лапицы, как правило, абсолютно здоровы по анализу. Какая-то причина есть, но так как эти дети встречаются все чаще и чаще из абсолютно разных районов страны и не только страны, поэтому это непонятно, с чем связано, но, как я вижу ситуацию, там нужно, там есть определенная схема, которая я разработала, да, но я сейчас не могу ее вам все озвучить, вот, то есть там нужно определенным образом ухаживать за кожей головы с помощью двух наших шампуней и с помощью аптечки алоэ вера. Термолосьон сильно, понимаете, такой ударный метод, то есть я бы тогда его разбавляла кремом с прополисом или концентратом, вот, ну, потому что очень сильно, да, вот, это просто в обычной медицине вот эти участки, которые салопицы, их мажут экстрактом жгучего перца, ну, это просто издевательство, вот, и эти очаги становятся еще больше, возможно, потом от термолосьона они затянутся, но изначально использовать прямой термолосьон на кожу, которая и так с мертвыми этими нельзя, то есть надо немножко подрастворять, вот, и плюс я не знаю, что вы конкретно пьете, что вы называете нашими продуктами, вот, но салопицы и там ситуация, там достаточно сложная схема, которая расписывается на три месяца, она от этой схемы принципиально отличается, поэтому не могу сейчас вам это все объяснить, так, так, Алина уникальное средство, не знаю, действует как успокоительное Игорь, тоже не знаю о чем, да, тут много очень, так, Елена, у подростка 13 лет, на лице прыщики, можно протелать спреем алоэ, да, значит, если у ребенка прыщики, для этого существуют две линии, аптечка алоэ вера скорая помощь целиком, и вторая линия, это линия микросильвер, нужно обязательно умывать кожу вот этим гелем микросильвер, и гелем микросильвер есть такой тоненький маленький крем, он тоже такого же серого цвета, вот, и плюс отдельно от этого аптечка, должно пройти с какого возраста можно брызгать детям в рот спрей цистус с двух, с трех лет, но не больше двух пшиков, я предупредила, он очень сильный, больше двух пшиков нельзя, так, Ольга, капсулы эти я пью дома, а мужа дала на работу с собой в карман, я не знаю о каких капсулах, но не знаю, то ли омега, то ли цистус, так, да, Игорь, лучше для начала умываться каждый день, да, ну вот еще раз говорю, то есть умываться микросильвером, ну понятно, ждать гормональную перестройку, но даже если ждать гормональную перестройку, то чтобы все-таки воспалений прыщиков было чуть меньше, что, ну, очень сильно некомфортно ребенку ходить с такой кожей, так, я еще, Ольга, я еще закаливаю свой организм холодный душ с утра, а когда верхнее давление у меня чуточку понижнее, что лучше принимать? Верхнее давление чуточку понижено, вот если взрослый для себя, то у нас сегодня как бы не тема взрослого, то можно либо Майдмастер, либо чуть-чуть, например, полпакетика сухого Майдмастера, там есть кофеиды прямо из экстракта Куараны, и прямо вот вам то, что доктор прописал. Да, значит, если все-таки у вас кожные вопросы, псориаз, то есть тут нужно не вот эту программу, которая детская, да, а совсем другие программы, основанные на геле Северы, основанные на длительном использовании пробаланса в больших количествах, вот, основанные на использовании Майдмастера, вот, основанные на восстановлении кишечника, вот, на использование различных кожных кремов, эта программа длится от трех месяцев до шести, она расписывается прямо по этапу, начиная с капельного использования до лечебных дозировок, и потом на лечебной дозировке несколько месяцев, здесь ее не прописать так подробно, просто принципом объяснила. Айшан, если есть глисты, к сожалению, у нас нету продуктов, которые бы, вот, но убивали какие-то вещи, поэтому все-таки надо идти к доктору и, ну, выяснить, чем вот вам вылечить их, а после этого уже восстанавливаться вот натуральными нашими продуктами. Альбина, ребенок два с половиной не разговаривает, Майдмастер дозировку пять-десять миллилитров и омегу одну капсулу, еще раз говорю, до полугода. И, пожалуйста, если ребенок уже заговорил, не бросайте, пожалуйста, до полугода пропивайте. Так. Игорь, да, вот от псориаза лучше пройти у дерматолога консультацию, он специфичный. И как минимум вам надо убрать из рациона продукты красного цвета. Ой, Игорь, и убирали люди продукты красного цвета и что только не делали. Ну, в любом случае, это серьезное заболевание. Конечно, надо консультироваться с доктором. Здесь я согласна. Спасибо за консультацию вашу. Так. Алина. Ребенок пять лет. Часто болеет у РВИ. Можно ли ему давать фитоктик? Да, можно с пяти лет. Уже все. По законодательству можно с пяти лет. Но только дозировочка маленькая. Взрослому чайную ложечку ей одну третью от чайной ложечки. Если это девочка. Если хочется шоколад, это недостаток магния. Да, не знаю я. Ну, хочется шоколад. Говорят, что недостаток любви. Шутка. Не могу сказать. Так. Татьяна. Пропили персик. Пропила. Систус. Витоактив. Майдмастер. Пили все. Моем голову нашим шампунем, концентратом. А, насчет Алапицы. Сейчас обрабатываюсь проискорая помощь и концентрат. Даже заказала. Ну, вот смотрите. Значит, ситуация такая. То есть, там сначала пьется персик, потом пьется севера, потом пьется фридом. По очереди, по месяцу. Пропиланс пьется до шести таблеток. Больше нельзя. Даже можно меньше. Можно три таблетки. Дальше. Цистус не знаю. Я бы цистус здесь исключила. Витоактив максимум. Месяц пьем, месяц не пьем. Майдмастер совсем мало. И на голову, значит, смотрите. Вот день. Первый раз мы моем шампунем микросильвер. Это очень важно. Прямо кожу головы. Одну капельку шампуня микросильвер. Разбавляем его в воде. Один где-то к пяти. И вот этим шампунем моем голову от лысой участки, обычной участки. Дальше. Три-четыре дня не моем. Потом берем шампунь два в одном, который алоэ вера. Тоже. Разбавляем его в бутылочке. Тот разбавляем один к пяти, а тот разбавляем один к трем. То есть на одну часть шампуня две части воды. Разбавили. После этого наносим на головку на такие участки. и лысые участки, и когда волосы. Все это моем. И получается два мытья в неделю всего. Один раз с алоэ вера, один раз с микросильвера. Вот. После этого, пожалуйста, сначала брызгаем спреем, потом наносим концентрат, потом чуть-чуть крем с пропорисом. Можно концентрат смешивать с термолосьоном. В принципе, вы делаете правильно. Курс лечения до полугода. Волосы начнут восстанавливаться. Вот. Это очень хорошо. Только, пожалуйста, не бросайте. Там полгода идет восстановление вот этих волосяных луковиц. Вот. И если вдруг вот эта лапицея возникла, даже когда у вас все волосы вырастут, и все хорошо будет, один раз в год вам нужно делать вот такой вот как бы курс. И еще раз напоминаю, месяц персик, месяц персик и мед, это без разницы. Месяц персик или мед, месяц севера, месяц фрида. Это уже такие серьезные гели. Ну, дозировка меньше, чем у взрослого, конечно. В принципе, делаете вы глобально правильно. Использование кремов нежелательно, Игорь, поскольку кожа может быть сухой, так и жирной, да, все индивидуально. Но вот, Игорь, да, тут надо просто очень-очень аккуратно. И когда мы используем на ребеночка, мы используем количество маленьких-маленьких. То есть мы не выдавливаем крем прямо куда-то на ребенка. Мы его сначала капельку выдавили на руки, распределили между пальчиками, и только потом аккуратненько делаем ребенку. Семь месяцев выпили гелием, шесть месяцев, один месяц, один месяц, один месяц, семь, два, 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 три, на последние месяцы. Ага. Может, много пили? Семь месяцев, по девять таблеток. Нет, по девять таблеток уже пить не надо, вам давно надо перейти на три таблетки. По девять таблеток пить не надо, это точно. Переходите на три таблетки. Вот. Раз вы уже персик пили, цистус, я считаю, сейчас убрать, витактив только через раз. Мастер только, если он нервничает, а оставить вот, соответственно, севера дальше и фридом. Вот. И все то же самое, что вы делаете, я объяснила по поводу шампуня. Так, Елена. Очень сильно стали выпадать волосы, что посоветуете? Но у нас есть, опять же, шампунь специальной линии, в этой специальной линии алоэ вера есть великолепная маска. То есть нам нужно периодически, значит, кожу головы брызгать спреем алоэ вера, мыть нашими нормальными шампунями, в том числе меняя микросильвер, алоэ вера, алоэ вера специальный, и раз в неделю делать маску. И внутрь про баланс и фридом. Вот. Возможно, вопросы с кишечником тогда, алоэ вера персик. Если человек сильно нервничает, я не знаю, то есть, если сильно нервничает, то про баланс. Про баланс, как правило, на серединке упаковки уже волосы перестают выпадать. У меня было такое, но как бы так начало все наше пить, и прошло. Эльмира, я не знаю. Понимаете, ну, заболевание необычное, тем более вам выписали гормоны, не знаю. То есть это вы как-то сами должны решать. То есть, ну, может быть, все-таки пропить, а потом уже лечить. Не знаю, не знаю, что вам сказать. Я не имею права отменять лечение, которое назначил доктор. Так, Анжела. Моему ребенку один год десять месяцев. И у нас, так, дерматик, пью персик три месяца, плюс майтмастер, все равно бывает высыпание. Что подключить? Можно подключить щелочную водичку на пол-литра пол-таблеточки про баланса. Прям совсем-совсем чуть-чуть. Если она у вас еще на грудном вскармливании, то тогда вы можете сами пить омегу. Если она уже не на грудном вскармливании, то тогда, 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 тогда. Ну вот как бы вам омегу еще подключить? Вы правильно делаете? Больше вам не надо. А вот как бы омегу подключить? Ну, не знаю я. Придумайте что-нибудь. Может быть, эту капсулу как-то в еду добавлять. А больше ничего вам такого другого, ничего не надо. При нарушенном теплообмене посоветуйте, что попить взрослому. Значит, все равно теплообмен связан с кожей, а за кожу у нас отвечает гель севера, потому что это кровообращение. То есть, если это взрослый, то получается антивечь севера. Причем можно даже, вот где 5 литров северы, один пробаланс, одна омега. И делать массаж, массаж с термолосьоном. Прямо общий массаж с термолосьоном. Прямо подойти массажиста. Термолосьон наш очень быстро впитывается. Вот когда будут делать массаж, то есть его в любом случае смешивают с маслом для массажа и делают, да. То есть, вот должно помочь. Так. Дочери 3 года. В марте перенесли свиной грипп. Иммунитета нет совсем. Два раза плевмония, бронхит. В сад ходить не получается. Сейчас начали пить алоэ, вера, мёд. Значит, смотрите. Если вы алоэ, мёд начали пить, он вам по направлению именно он. Значит, когда мы к нему попривыкнем, когда мы к нему попривыкнем, и будем пить в день уже 20-30 мл, это ваша дозировка, тогда можете сразу добавлять омегу, одну капсулу в день, вот, и добавить витаминки. Добавить витаминки одну третью, а чайные ложечки. И добавить пробаланс одну таблеточку. Всё. Больше вам никак. У вас маленький ребёнок совсем, три годика всего. Вот. И потихонечку восстановится. Потихонечку восстановится. Люба, пожалуйста. Так. Эльвира. Белые пятна на зубах у восьмилетней девочки. Господи. Так. Надо посмотреть, с чем это связано. Не помню. Не помню наизусть. Читала, но не помню, с чем это связано. Если бы я вспомнила, с чем это связано. Вот. Ну, можно что попробовать поделать. Значит, что попробовать поделать. Так. Вот у нас есть две зубные пасты. Та зубная паста, которая с микросильвер, она на самом деле не детская. Она взрослая зубная паста. Она содержит гидроксиапатит. Это напрямую материал зуба. Что бы я сделала? То есть я бы всё-таки попробовала один раз в день начать чистить пасту зубы с гидроксиапатитом. Его нужно... Вот почистили полминуты, выплюнули лишнюю пену и оставили на 5 минут в полости рта. Оставили на 5 минут в полости рта. Вот эта паста обладает очень сильной минерализующей функцией. И за счёт минерализующей функции слюны возможно пройдут вот эти пятнышки. Это нарушение минерального состава, структуры, ткани зуба. Игорь, есть ли документы, проведённых в исследованиях на кафедре? Понятие документ, Игорь, отсутствует. Просто есть научные конференции, где в виде тезисов написаны вот эти все исследования. А документов, конечно, нет. Документы для нас – это тезисы конференций. Тезисы конференций есть. Да, любовь, будет, да, будет запись. И вы, запись идёт, всё, мы сейчас уже фактически заканчиваем, да. Вот, и вы ещё раз внимательно прослушайте, выпишите рекомендации. Вы правильно делаете? Ну, чуть-чуть там я подкорректировала, и всё. А так глобально, да. Ну, просто в этом чуть-чуть, может быть, вам легче станет. Так, значит, у меня всё. Всё, если у вас нет больше вопросов, давайте мы будем подводить итоги. Значит, ещё раз. Значит, нашим деткам очень подходит гель персик и гель-мёд. Гель-мёд сильнее, гель-персик легче. Может быть, для начала достаточно геля персик. Вот, если ребёнку понравится гель-мёд, я считаю, что надо порадоваться, потому что мы ещё как бы улучшим бронхолёгочную ситуацию. Если ребёнок не хочет гель-мёд, ни в коем случае доносилует. Значит, нравится гель-персик, пусть пьёт гель-персик, и через кишечник восстанавливает иммунитет. Всё. У меня на сегодня всё. Спасибо большое за ваши вопросы. Будет запись. Я всем до свидания говорю. Всё. Всем хорошего вечера воскресного и хорошей недели. Всем до свидания. До свидания.